Добрый вечер, уважаемые телезрители! На связи Лондон, Букингемский дворец. Мы начинаем прямую трансляцию королевского мальчишника, принца Уильяма, по старинной традиции, снявшего хату на ночь в этом здании. Мы включаемся в самый разгар этой пышной церемонии. На мальчишник приглашены Дэвид Бекхэм, сэр Элтон Джон, и Роуэн Аткинсон со своей труппой. Вся Англия замерла в преддверии очень ответственного ритуала. Принц повторяет за королевским мальчишмейстером, сэром Карнаби, тост из книги пафосных оргий, написанный самим королем Артуром. «Прощай, свободная жизнь!» По легенде, именно эти слова произнес Артур, когда взял кредит в Камелотбанке на покупку круглого стола. Нет-нет, это последняя фраза Кромвеля перед тем, как ему отрубили голову. Да, в любом случае, это очень красивая история. Господи, какое же красивое зрелище! Неудивительно! Было 22 репетиции! Настает волнительный момент. Кто же побежит за седьмой? Два миллиарда телезрителей с нетерпением ждут ответа на этот вопрос. Следует традиционный ответ самый молодой. Бежать Бэкхэму. И именно его сейчас облачат в костюм королевского бегуна. Бэкхэм одет в доспехи весом 95 килограммов. В руках у него бронзовый пакет, отлитый из наполеоновских пушек. Дэвид клянется обратиться в зловещего вепре Альбиона и быстро пробежать ровно 61 ярд до Букингемского магазина Ее Величества. Так. Внимание! Старт! Фанфары извещают о том, что сейчас мы будем наблюдать по сути кульминацию этого помпезного торжества. Ритуал, которого так ждут в Британии. Да, приехала карета со стриптизершей. Роль стрип-герл-мистера взяла на себя королева Елизавета II. Именно она и выбрала мисс Бразилию из 20 тысяч нелегалок, найденных в трюме самого большого фрегата, специально построенного к мальчишнику. 17-летней Марии Луизе Гарсии по традиции уже есть 18, и она приехала в Лондон поступать на юридический. По подносу мы видим, что ритуал вызова стриптизерши уходит своими корнями в глубокую древность. Мария Луиза начинает ритуальный зажигательный танец Святой Луи. Она должна сделать четыре круга, символизирующих Англию, Шотландию, Ирландию и крепкий вестибулярный аппарат. Принц и гости символически одаривают танцовщик. По легенде, так король Артур выплатил рыцарям круглого стола их первое жалование. Нет-нет, так Кромвель пытался подкупить палача. Да? Ну, все равно это в высшей степени прекрасно. Принц Уильям посвящает Марию Луизу в рыцарях. По традиции, завтра он не будет этого помнить, как и все его предки. Поэтому в Англии великое множество непонятных рыцарей. А вот и звуки Набата. Да, это архиепископ Кентерберийский грозится печь всех в РОВД Ее Величества. Ему завтра рано на работу. Старинный, старинный ритуал. Подходит к концу эта красивая древняя церемония. Да, остался заключительный ритуал. Сейчас по древней традиции принцу Уильяму должно стать плохо. И вот он, традиционный апофеоз этого безумно красивого торжества. Принц скрывается в своих покоях в сопровождении вертолетов королевских ВВС. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. И ждем вас завтра на свадебной церемонии и первой брачной ночи, которую будет смотреть рекордное количество телезрителей. Все! Субтитры сделал DimaTorzok